Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать у себя в гостях. И позвольте мне сразу представить тех людей, которые пришли сегодня ко мне и которые, надеюсь, порадуют не только меня, но и вас. Хотелось бы сразу напомнить, что у нас прямой эфир, и вы можете пообщаться и со мной, и с моими гостями по телефону 541-2540. Итак, здравствуйте! Здравствуйте! Игорь Лазарев и Павел Ерохин. Есть такая определенная традиция в моей программе, что вот как только мы представляемся, мы сразу начинаем что-то играть, чтобы наши телезрители, и я в том числе, сразу мы определились, что это за музыка будет сегодня звучать на нашем телеканале. И давайте с разбегу. Хорошо, это будет такой привет Льюису Кэрролу и моему любимому детскому поэту Тиму Собакину. Раз, два, четыре. Человек бежит Переходами, тротуарами, машут на него, семафорами, светят фарами, смотрят из окна, называют имена, а он не глядит постоянно. Он дышит вперед, не откликнется, не глянется, только слух о нем пересудом и следом тянется. На исходе дня он врезается в меня, говорит, спокойствие хранят. Расскажи, как знакомятся моржи, как сливаются лужи, как влюбляются стрижи, как склоняют падежи, покоряют рубежи, догоняют миражи, как поют ежи. Я достал блокнот, и в смятении остатков разума начал размышлять над значением странных фраз его. И до темноты я исписывал листы, а его давно и след простыл. Я засеменил тротуарами переходами, я спешил за ним самолетами, пароходами, связывал плоты, перемахивал мосты. Но спросил, чего же хочешь ты передать, как смеются поезда, как скучают среди льда океанские суда. Как уходят в никуда, покидают города, но мечта твоя всегда убегает вдаль. Валя! Расскажи, как знакомятся моржи, как сливаются лужи, Как влюбляются стрижи, как склоняют падежи, догоняют миражи, покидают рубежи, как поют ежи. Передай, как смеются поезда, как скучают среди льда океанские суда. Как уходят в никуда, покидают города, только горизонт всегда убегает вдаль. Валя! 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 Спасибо. Спасибо! Спасибо вам большое. Я ещё хотел бы сказать, что сегодня у нас не только наши телезрители присутствуют у меня в гостях, но и группа поддержки, которая, к сожалению, пока находится за пределами кадра. Ребят, я не берусь, сейчас вот послушал я первую композицию, я не берусь определить, что это, какое это направление, вот сами расскажите, вы можете назвать это? Ну, если бы здесь звучала бас-гитара и барабаны, то это был бы фанк, вот, а так это некое подобие, да, исполненное на акустической гитаре с флейтой, ну, можно сказать так, это камерный фанк такой, да? Камерный фанк, ну что ж, неплохо, кстати говоря, вот уже у нас есть телефон и звонок телезрителя, давайте и послушаем, добрый вечер Здравствуйте, меня зовут Вера, я хотела бы выразить огромное восхищение музыкой, которую вот сейчас я увидела, переключив центральный канал, телеканал Видное ДВ Спасибо Это такой свет позитивный, Игорь Павел, огромное вам спасибо, на фоне всех этих невыразительных барабанов, которых мы, к сожалению, в последнее время видели на телеканале Видное ТВ, вы так выгодно выделяетесь Мне хотелось бы спросить, вот ваша музыка, она настолько интеллигентна, красива, легка, какое у вас образование, к чему вот нужно, в принципе, стремиться нашей молодежи, по какому идти пути, чтобы как-то соответствовать вашему уровню, спасибо Спасибо, видите, какой у нас образованный телезритель, ну, вам и слово, вам и говорите Ну что ж, теперь, да, мне придется выкручиваться, ну, во-первых, я еще себя из рядов молодежи не вычеркнул, поэтому назидать не считаю себя вправе, вот, а что касается образования, что касается прямого ответа на вопрос, во-первых, спасибо за все те эпитеты, которыми я был назван, очень приятно, на самом деле, и вообще поддержка, это очень важно для музыканта, не только для меня, но и для Павла, вот Что касается образования, то я немножко поучился играть на гитаре, вот, на классической гитаре, лет с десяти я держу этот инструмент в руках, вот, и учился классике, вот, а потом, когда я понял, что сам я больше ничему научиться не могу с точки зрения пения, то я пошел в Московский колледж импрезентационной музыки, в джазовый колледж, в бывшую джазовую студию Москворечья, на отделение вокала, и вот в этом году я его закончил Ну, мы скажем, что я закончил, да, потому что, как истинный рок-н-ролльщик, я оставил хвосты, которые я еще буду сдавать Паш, только еще, единственное, что хотелось бы сказать, вот тот телезритель, который нам звонил, он находится примерно вот в этой стороне от тебя, а не там, ты просто обращаешься к нему практически как... Ну, он оттуда замечал Ну, это так, маленькая ремарка, скажи, пожалуйста, я знаю, что, я знаю, что твоя мама была очень строгой женщиной, в том плане, что она, и ты говорил, да, что она такими драконовскими методами заставляла тебя учиться играть на фортепьяно Это было, да, это чистая правда, но спасибо ей за это, потому что как раз, когда в колледже пришлось учиться джазовому фоно, это пригодилось, иначе я бы там совсем запутался, я не очень обучаемый человек Скажи, пожалуйста, это такой вопрос, вот у тебя в руках гитара, скажи, это твой любимый инструмент, или есть еще другие инструменты, которые ты любишь? Вообще, это не самый дорогой и не самый лучший из моих инструментов, но самый любимый, тем не менее И можно сказать, что вот именно на этом инструменте я все свои песни и написал А что еще, какие инструменты, какими еще инструментами ты владеешь? Ну, я так, учился я играть на гитаре, на фортепьяно, немножечко учился играть на тромбоне, вот, а так дальше по восходящей все как-то пошло Очень много у меня дома народных духовых инструментов, я как-то немножко пытаюсь извлекать из них какие-то звуки, мне это нравится, это, я это люблю, вот, то есть много всяких свирели, жалейки, кураи, вот На мандолине недавно начал играть, вот, тоже немножко преуспел в этом, да, чуть-чуть совсем, вот Наверное, пока все, вот на флейте мечтаю научиться играть Понятно, скажи, пожалуйста, вот ты перечислил столько инструментов музыкальных, ты искусством аранжировки владеешь, потому что человек, человек, который вот все это И слышишь ли ты другие инструменты, например, вот если случит оркестр, я не знаю, да, ты слышишь различные инструменты, которые играют? Ну, вообще, да, конечно, инструменты различать нас всех учили, и я не был самым плохим учеником здесь, вот Что касается аранжировки, то я некоторое время назад начал постигать азы этого большого искусства и чуть-чуть, чуть-чуть уже научился, вот Скажи, пожалуйста, чтобы нас Павел не заскучал, вы поете вдвоем, втроем играете, да, или ты один чаще этим занимаешься? Ну, вообще, это вот у нас с Павлом это эпизодический такой проект, который периодически возникает, но всегда доставляет мне огромное удовольствие Павел, тебе спасибо большое, вот Вот, а что касается постоянных моих, постоянной моей деятельности в музыке, то вот в зале сидит Кирилл, привет, Кирилл Вот, мы с ним играем в группе «Действующие лица», вот, ну, там мы играем немножко другую музыку, и вот те песни, которые звучат сегодня, в репертуаре этой группы пока не звучат Тогда вопрос, Паш, тебе, скажи, пожалуйста, что тебя заставило объединиться вместе с Игорем и вместе работать? Наверное... Почеши Второй тур московского конкурса авторской песни, на котором мы встретились, и вот Игорь с Кириллом подошли и выразили сочувствие тому, что происходит в нашем коллективе И вот с тех пор мы как-то так пересекаемся в творческих пространствах, и очень рады Только я протестую против слова «эпизод», это совсем не эпизод, это... Не, ну я имею в виду, что... Не с периодичностью, скажем так, да? Можно и один раз в год сыграть, но это не эпизод будет, это так... Так и да, чтобы не было того, чтобы не один раз сыграть, давайте мы и дальше продолжим Попытка Бусановой, песня называется «Пилоты» Попытка Бусановой, песня называется «Пилоты» Когда не дули ветры с севера, из-под руки глядели в поле мы, И были звуком дни наполнены, и пахли чередой и клевером Мы были сбитыми пилотами, разбросаны по глади простыни Друг другу на щеках соломинкой, как на борту чертили звезды Ты танцевала до полуночи, волной бросая кудри по плечам И прислонясь к стене, я слушал, как по старым доскам каблуки стучат Стучи каплучком, как бы я в этих тайнах не трепал Растит так легко, как травинка врастает между шпак Дождь расчертил пространство наисказь Вроде тетрадки первоклассника Я протянул ладоник ласточком Но вылета себе не напоскать Все как-то слишком устаканенно Тоскованно благоразумен Чтоб разбирать потом, божка моя Трезвонит телефонным зумерам Все самолеты припаркованы Замаринованы ангарами Но почему все бестолково Так ты все танцуешь, полагаю я Порхай мотыльком Как бы я в этих тайнах не трепал Цвети так легко Как ромашка зацветает между шпак Цвети так легко Как ромашка зацветает между шпак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо вам большое Ты знаешь, Игорь, я немножко узнал о тебе до нашего эфира И нашел вот такую информацию Где ты говорил о том, что хочешь написать фугу Это твоя мечта Вот скажи, насколько для тебя это кажется сложным И хватит ли музыкального образования Я вообще дозрел ты уже, чтобы прийти к этой мечте? Пока еще нет Но я думаю, что рано или поздно до этого дела дойдет Нужно вот только защитить диссертацию И тогда все будет И фуга И прелюдия Вот Скажи, а чем продиктована такая мечта? Вообще Баха очень люблю И люблю музыку барочную Вот И мне кажется, что Если это получится То песенное творчество как-то уже полегче пойдет Вот скажи, есть такой извечный спор, да? Физики и лирики Вот ты скажи, да? Твое сочетание Ты немножко проговорился по поводу диссертации Ты сразу ухватился Скажи, как в тебе сочетается Физик, лирик И в чем ты физик, а в чем ты лирик? Вообще сочетается, конечно, плохо Но я пытаюсь что-то с этим сделать Вот Физик я в том, что я закончил физтех Но вообще многие хорошие музыканты Заканчивали технические вузы Аплодисменты Вот А что касается в чем я лирик? Ну в чем я лирик вы все видели Вот И насколько хорошо у меня получается судить вам Вот На диссертации посмотрим, когда защитим Посмотрим, сколько во мне процентов Будет того, и сколько другого Так все-таки пока немножко Кто побеждает? Физик или лирик? Это сложный вопрос Они ожесточенно дерутся в данный момент Вот прямо сейчас перед вами Вы видите человека, раздираемого на части этой борьбой Ты любишь классическую музыку Бах, Бетховен Насколько я знаю, ты любишь и классическую литературу Это и русскую классическую литературу Это и братья Карамазовы И обломов, и преступления, наказания Вот откуда это все? Откуда это все? Ну, я не знаю В школе хорошие учитель литературы были И она Сергеевна Молчанова Спасибо вам, если вы меня видите Вот Вообще просто Как-то всегда хочется Читать то, что уже прошло Проверку временем Потому что жизнь человеческая короткая Где-то я читал, что если Всю жизнь заниматься только чтением С перерывами на сон и еду То порядка двух-трех тысяч книг Всего удастся прочитать Поэтому Нужно выбирать книги достойные Мне кажется, что эти книги очень хорошие Братья Карамазовы Моя любимая книжка Вот скажи, пожалуйста Ты говоришь, что порядка двух-трех тысяч Можно успеть прочитать А скажи, а есть время Перечитать свое любимое произведение? Вообще иногда перечитываю, да Но немного В основном перечитываю Евангелие, если честно Открою интимную подробность Ну, а Веря, если ты позволишь Мы поговорим несколько позже Сейчас давай что-нибудь сыграем, споем Да, это тоже песня такая Продолжая тему Евангелия Но немножко в другом ключе Песня о любви Вот Если нашу передачу Увидит моя жена Аня, привет Я ступил на перрон И с трудом вдохнул Утренней Москвы Душный кислород Значит, снова я не досыпать начну И спускаться, как некий орфей В метро Тесный город, что все-таки я не смог Ни на что поуютнее Променять Здесь горит среди сотен чужих домов Маяком окошко, где ждут меня В маяком окошко, где ждут меня В маяком окошко, где ждут меня Где в глазах твоих ясные лучи А в моем кармане Твои ключи И от счастья Хоть смейся ты Хоть молчи И пока в часах Что-то, знай, себе стучит То смеемся мы То молчим Это счастье мне Не вместить в строку И что еще Рассказать о том Как кручи уприникают Иссохшим ртом Как простую воду Пьют по глотку Сколько навязны Кроются в любой Самой малой Из этих мелочей Как внутри все вольней и горячей Расцветает радость У нас с тобой Расцветает радость У нас с тобой Расцветает радость У нас с тобой И не верится Что живой пока А в моей ладони Твоя рука И за что это счастье У дурака А в твоих глазах Глубока река И по ней плывут Облака Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Игорь, большое Павел, спасибо Тоже огромное спасибо Скажи, пожалуйста, Игорь Я знаю, что ты родился в Северодонецке Это небольшой город Потом каким-то образом О чем ты сейчас расскажешь Перебрался в Москву И вот хочу такой мостик перекинуть На город Видное Что для тебя малая родина И что для тебя, например, сейчас город Видное Я хотел бы немножко вас поправить Вы правы, но не во всем Я в Северодонецке не родился Я родился в Мариной роще В Москве Но из Северодонецка Моя мама И я там провел Большую часть своего детства И это город, который я очень люблю К сожалению, в котором я очень давно не был И там у меня остались друзья Он мне часто снится Когда-нибудь Когда я наконец освобожусь Я надеюсь все-таки туда съездить И подольше там побыть Город Видное для меня Связан прежде всего С Пашей Ирохиным И его квартирой И его кошками Вот Его фортепиано Флейты, которые там находятся Вот И если бы не Паша Я бы Позже бы приехал в ваш город И, наверное, благодаря тому Что я когда-то с Пашей познакомился Я сейчас здесь Вот И очень люблю город этот Вообще у вас красиво Зелено Очень нравится мне Тогда такой вопрос Скажи Я знаю, что ты не первый Раз принимаешь участие в квартирниках Видно Скажем так На настоящих квартирниках Вот чем он отличается от Телевизионного квартирника На самом деле пока мало чем Все хорошо Все Удается сохранить ту интимность И То ощущение живой беседы Живого контакта Музыканта Слушателей Которые Существуют на настоящих квартирниках А Хорошее отличие Заключается в том Что вот там Где у нас вход Там не заставлено Все ботинками Да-да-да-да Так что даже лучше Я разрешил гостям Разрешил гостям Все, которые присутствуют здесь Им Не снимайте обувь И проходите так Потом уберемся Скажи, пожалуйста Вот одно дело Квартирник Ну Какое-то определенное Скажем так Количество Это более камерное Скажем так Выступление И Возможно, наверное Удержать Зрителя своего А если это большой концерт За счет чего Можно удержать Зрителя Слушать его Заставить Ну Чисто технически Когда я играю на большой сцене Ну на более или менее большой Обычно я играю с группой И уже сама мощность Усилителей Усиливаемой громкости Микрофонами Звукоснимателями Уже достигает Какой-то определенной цели Вот Что И кроме того Со мной всегда рядом Мои компаньоны Которые смогут Если что Поддержать За чьи широкие спины Я смогу спрятаться Ну Сейчас это Не так часто Требуется А когда я только Начинал играть В группах Мне было тогда 15 лет Это Сценобоязнь Приходилось Перебарывать Вот Паша Тогда к тебе вопрос Чтобы ты не скучал Вот скажи, пожалуйста Как вы познакомились С Игорем И Тебя-то что Заставило Не знаю Вместе Заниматься творчеством Ну Нам Понравилось Вот На том Самом Памятном Концерте На квартирнике Нет Подожди Это было раньше Это было раньше Это Мне-то стеснялись От того, что мы играли А Мы играли же с тобой Во время Белой Гвардии Во время концерта Белой Гвардии Это было раньше Или позже Нет-нет Это было сильно раньше Был конкурс Сейчас просто в ромашку играем Когда это было Раньше Или чуть позже Паш, что заставляет Играть с Игорем Музыка нравится Как сказал Один поэт Нравится музыка Но ты сам музыкант И приходил ко мне в гости Хороший И да Достаточно На мой взгляд Самодостаточный музыкант Нет, музыка нравится Та, которой я играю То есть Мне нравится То, что делает Игорь Вот Он Мне Там Как-то так Во время концерта Тоже как-то так Сделал Такую Уважительную козу Из зала И вот мы познакомились Обменялись телефонами И с тех пор Так время от времени С Ишиним Большим удовольствием Надо сказать Я могу абсолютно точно сказать Что мне Тоже нравится То, что вы играете То, что вы исполняете Поэтому Не лишайте меня удовольствия Вот, кстати, к вопросу о музыке Это песня А я думал к вопросу об удовольствии Это как Об удовольствии Музыка удовольствия Это одно и то же Поэтому Так, как мы говорили до концерта Музыка – это истинное бытие Да, вот Вот Но это песня от противного Это о том Как бывает, когда нет музыки Поезд загудел и скрылся В темной глубине тоннеля Зимний ветер на поверхности Обдал меня прохладой Долго я в карманах рылся И уже нащупал плеер Но подумал, ради Бога Только музыки не надо Мне мечталось, хорошо бы Не закончился декабрь И весна не ворвалась Артиллерийской канонадой Я пришел домой Разулся И воткнул в гитару капель Но подумал, что угодно Только музыки не надо Ничего не изменилось Кончилось тысячелетие Никуда не подевалась Беспричинная усталость И настолько же съедобны Общепицкие котлеты Все такое же, как было Только музыки не стало Тесно пресенком, футболистом И так же, как было Тесно пресенком, футболистом Тесно пресенком в тетрадке И они в висках стучали Ссорились с подругой жизни Да с соседями по дому Колотили лихорадкой Не давали спать ночами Дотаскали по квартирам А теперь ушли к другому Будут сказочные страны И заморские рассветы И на почте слезы счастья В стенах телефонной будки Будет топот детских ножек По натертому паркету Дом с трубой и палисадник Только музыки не будет Дом с трубой и палисадник Спасибо, ребята, большое Скажите, в том числе Павша, Игорь Скажи, пожалуйста Есть ли такое у вас чувство Ну или может не чувство Я не знаю, как это точно определить Творческий подъем и творческий кризис Конечно есть Как он выражается? В чем выражается? Ну вот лучший способ борьбы С творческим кризисом Это написать песню про то Какой у тебя творческий кризис Собственно, что и было сделано С предыдущей композиции Хотя она не только об этом Ну, в чем выражается? В том, что не пишется В том, что не приходит ничего в голову Но это всего-навсего означает Что какие-то появились беги на глазах Что просто перестал видеть мир Чисто и поэтому не о чем писать Писать-то всегда есть о чем Просто ты не слышишь в какой-то момент Вот того, о чем тебе стоит написать А ты заставляешь себя писать? Ну, вообще, был один момент Один, когда действительно заставил Вот у меня было свободное лето Я сказал, я к концу лета Напишу 10 новых песен Написал 5 Вот Если бы не заставлял, написал бы одну Вот В принципе, 4 из них я пою до сих пор Ну, то есть, можно сказать, что Можно себя заставлять и нужно Такой вот вывод Скажи, а есть песни, которые еще Ты не написал, но очень хотел бы? Ну, конечно, такие песни есть О чем они, эти песни? Ну, вот мы как раз С присутствующим в зале Кириллом Как раз, как-то раз беседовали о том Какую песню бы написать, которая еще не существует Мы вот хотели о сотворении мира песню написать с ним Вот Ну, это, конечно, такое громадное Такое должно быть масштабное полотно Вот Ну, может быть, когда-нибудь дойдут руки Ну, если уж ты замахнулся на фугу То уж о сотворении Ну, уж пора, да, оперу-оперу написать Это после фуги, да Паш, скажи, пожалуйста Насколько ты участвуешь в творческом процессе Написания Игоря песен? Или ты только исполняешь роль послушного музыканта Который делает то, что скажет автор? Нет, совсем не участвую в написании Игорь пишет все сам Вот Радуюсь возможности подыграть И чем больше я нахожусь в согласии с Игоревым замыслом Тем больше радуюсь Пока маловато времени У нас все свежо Встреча очень такая зеленая Но радостная Надеюсь, что буду больше участвовать Больше чисто игривых соляков играть Вот скажи, Игорь, Паша не берет на себя ответственность Или там еще что-то Я поправить его хочу Не входит Не влезает, скажем, да А вот скажи А ты прислушиваешься к чему-либо мнению По поводу своих песен? Да, конечно Вообще многие мои песни Написаны при помощи людей других То есть они мне подсказывали Скажем, более взрослые люди Более сведущие в композиции Преподаватели по аранжировке По композиции По сальфеджио Они мне подсказывали какой-то аккорд И найдя его вместе с ними Я был очень рад Я хочу Пашу немножко поправить Пока Не забыли Не забыли об этом Паша немножко слукавил Сказав, что он совсем не участвует в творчестве Потому что то, что вы видите перед собой Это как раз и есть рождение композиции Каждый раз она рождается заново Потому что это же музыка империзационная Вот Она в следующий раз будет другая Сейчас она такая В прошлый раз была какая-то совсем третья И вот И Пашин и соло Создаются в реальном времени Вот сейчас И он с таким же правом Может быть назван композитором Той музыки, которая звучит, как и я Может быть, это умирание композиции? Это мастер Это известно Скажи, пожалуйста А можешь ты, например, на такой вопрос мне ответить? Есть у тебя песни удачные, неудачные? И можешь ли ты что-нибудь исполнить? Неудачного? Я не говорил этого Ну, вообще, конечно, неудачных песен много И это хорошо, что они есть Потому что, как говорят фотографы Нужно снять 100 кадров Тогда 5 из них получится хорошие Но, к сожалению, такого соотношения не получается достичь Примерно процентов 20 песен плохих Которые не поются Вот Но какие-то из них потом достаются из ящика Как-то разбираются, собираются Переставляются там куплетами, стами и слова И что-то тоже из них получается иногда А скажи, пожалуйста Вот бывает такое, что вот самому песня не нравится Ну, что это за песня? А, ну, вроде дал кому-то послушать Говорят, слушай, Игорь, это шедевр Это минимум, что у нас там, Грэмми Ну, конечно, есть такая песня Которая мне нравилась, когда я ее написал Но потом я с ней выиграл конкурс авторской песни московской Вот И ее стали все просить меня спеть А она такая очень непохожая на все то, что я Играю Это Я же шел на конкурс авторской песни И я пришел на него с авторской песней Вот Там все было как надо Там был На нас ле минор начиналось Потом была модуляция Вот Там было много слов Мало музыки Вот Песня, в общем-то, неплохая Но в сочетании с тем Что сразу всем она стала очень нужна И гораздо нужнее всех остальных Я ее почти не пою Межсезонье И очень хочется, чтобы оно кончилось И случилось что-то другое Но песня не совсем об этом Но и об этом тоже Песня с эпиграфом Из Григория Донского Снега просит душа Только снега Снега просит душа Ничего у тебя не прошу Только снега На дымящей земле Оголенные раны На тугие прилавки Полные снеги На сусальное золото Телекраны На московских ворон Грязно-серые перья На страницы газет На обложки журналов На скульптуры вождей На руины империй На холодные кухни Пустых коммуналов Я снега прошу И пускай он ложится На затылке и плечи Сияя обновкой Всех усталых Простуженных Пассажиров У навеса автобусной Остановки Под навесом Автобусной Остановки Субтитры создавал DimaTorzok На коней Аполлона Как бы Музыкантов усталых В концертном зале Спокойно с Божьим, омой нам раны Убили, одень серебром небесным Серый город в просвете оконной рамы Наши черные думы и странные песни Мы увидим из ящиков стеклотары Как заносит по крыше ларьки и трамваи Все болезни, все жалобы и мытарства Хлопья падают, наши грехи укрываем Хлопья падают, наши грехи укрываем Субтитры создавал DimaTorzok Ну, после этой композиции, честно говоря, я даже и не знаю, к чему дальше продолжает разговор Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты не воспринимаешь песню из пяти классических аккордов Или, скажем так, из нескольких фразологических оборотов Любовь-морковь и пень-плетень Вот скажи, вот Говоришь, что даже классики авторской песни, да Вот, ты не воспринимаешь все это Дед, милая моя, солнышко лесное Почему так? Вот как раз позавчера с Пашей у нас был разговор Но не совсем так Как всегда, любая мысль, выраженная в виде максимума, более понятна, но менее правдива Вот Есть в классической авторской песне очень много хороших вещей И при этом простых Но, к сожалению, вот эта видимая простота порождает очень много такого эпигонства Которое оставляет в себе простоту, но не имеет гениальности первоисточника Вот, и в этом вся причина, что можно писать и нужно писать просто Я, к сожалению, не умею писать просто и хорошо Вот, и поэтому я пишу сложно и надеюсь, что это хоть как-то хорошо, что это неплохо Может быть, чуть позже я научусь там лет через 20 писать действительно просто И это будет достойно того, чтобы это исполнялось Скажи, пожалуйста, не было желания писать коммерческую музыку? Зарабатывай на этом Ну, вообще, коммерческая музыка Такой немножко лукавый термин То есть получать деньги за музыку хочется, конечно Потому что вообще большая мечта заниматься музыкой И ничем, кроме музыки Ну, потому что это я, да Это то, чем я являюсь А не то, чем приходится быть Вот Ну, коммерческая музыка, ну вот не получается Нет у меня, видимо, пока не развил себе такой способности Вот, да и никто не предлагал пока Может, предложат Я музыку к фильму, хотите, напишу Звоните, если что Очень, очень хочу Тем более, есть такие планы Скажи, пожалуйста, да, вот такой вопрос Я его задам несколько с таким заходом Вот скажи, пожалуйста, какую бы песню ты хотел бы написать? Солнышко моё или Сюси Пуси? Это интересно Нет, я его, конечно, лучше «Милая моя» написал Действительно, «Солнышко лесное», чем «Муси Пуси», да Потому что я знаю, что однажды ты высказался, что есть некоторые песни Некоторые песни, которые я жалею, что не сам их написал Вот что это за песни? Ну, много таких песен На самом деле, вот у Паши есть несколько песен, которые я с удовольствием бы написал Вот Я жалею, что я их написал А он жалеет, что он их не написал, да Нет гармонии в мире Много есть песен У группы «Битлз» много есть песен Много есть народных песен, которые хотелось бы написать Ну, видимо, поэтому они и народные Ага Скажи, а вот ты ещё, я просто знаю, говорил о том, что у тебя была хэви-металлистическая такая юность Вот скажи, да, да, да Это всё, это умерло? Ну как, иногда хочется попеть рачок Так Вот, и вообще, некоторые утверждают, что лучше всего попеть получается как раз рачок Но вот пока негде Вот, нету такой группы и нет времени, чтобы попеть в такой группе А так, в принципе, нет, не умерло Совсем хэви-метал, конечно, уже просто гормональный фон в организме не тот Вот, ну просто я не в обиду к металлистам Я как раз завидую интенсивности их обмена веществ У меня просто такого уже нет Вот, но такой хороший классический рок С таким нормальным жестким вокалом С фузованным Я бы поиграл, но некогда То есть пока не получается То есть если перечислять Deep Purple, Nazareth, Black Sabbath, не знаю, вот что ближе? Ну, Deep Purple, Led Zeppelin очень люблю Если тоже брать группы нелёгкие, но более завихрённые Gentle Giant очень люблю, вообще любимая моя группа среди вот рока, пожалуй А есть что-нибудь вот в исполнении в твоём, вот сейчас, что-нибудь из такого? Это хорошо, это, кстати, сейчас как раз планировалась примерно такая песня Вот видишь, мы с тобой не договаривались, а думаем об одном и том же Да, так и есть Сейчас будет песня, это будет блюз Ну, такой блюз-рок местами И немножко тяжеляка можно будет себе представить Я думаю, не один я хорошо слышать инструменты там, где их нет Вот представьте, что здесь есть ударная установка Бас, прифузованная электрогитара И Паша вместе с вами попредставляет И у него будет возможность отдохнуть немножко Несуществующий блюз Как там живётся бывшим поэтом? Я расскажу вам всю правду про это Шествуя мимо запрошенной стройки Видишь в пыли воробьёв кувырканье Но превращать их в звенящие строки Даже и мыслей не возникает Или, к примеру, трава зеленеет Ласточка машет крылами дурёха Сердце стучит в себе не пламенея Будто бы не замечая подвоха Раньше хоть как-то душа шевелилась Светлые мысли тускло сверкали Ныне тебе уже месяц не снилось то Что и днём тебя не отпускало Сны перестали водиться с поэтами Очень они загрустили по этому Скажем, фритист нажимает на клапан Лётчик сияет, в полёт отправляясь Хочется только поменьше их лапать Не замусоливать, запечатляя И в окружающем предновогодье И в коньяке из обшарпанной фляги Ты предпочёл бы увидеть другое Чем сочетание Чем сочетание Лишь сочетание Слов на бумаге Всё это делает Бродский и Кушнер Более проско Менее скучно В доме наполненном Мглой и морозом Только на кухне Подобие света Там до будильника Кант и спиноза Спорят о предназначении поэта Вечер вчерашний В ушах отдаётся Жизнь, как идея Абсурдно, без кофе Гости ушли А тебе остаётся Жить На развалинах Жить На развалинах Жить На развалинах Их философии Трудно на свете Бывшим поэтам Не забывайте Люди проэтам Их философии Идём дальше Скажи Ты говорил, что Раньше ты увлекался русским фолком А сейчас То ли забыл То ли остыл Почему? Нет, это на самом деле Я не остыл и не забыл Я до сих пор им увлекаюсь Просто я Почему-то пока не пишу песен В этом стиле Наверное, потому что я осознал, что Со всем народом А тем более с его тысячелетней историей Тягаться не получается И что Те песни, которые выходят Они хуже настоящих народных песен И выглядят как стилизации Пускай неплохие песены Всё равно выглядят как стилизации Поэтому Пока что Я считаю, что лучше петь песни Которые Собрали собиратели Вот, кстати, Сергей Старстин Очень его любви и уважаю Недавно в церкви встретил И очень был рад этому Скажи, а ты умеешь писать на заказ? Вот Ну, вот скажут Вот есть в городе Видное Там улица Советская Вот сочини песню про улицу Советская Можно попробовать У меня есть опыт Написания нескольких песен для спектакля Ну, тоже, в общем-то Я без спектакля этих песен бы не написал И сейчас ещё Один спектакль Может быть Получится написать туда музыку Так что, в принципе, опыт такой есть Но про Советскую улицу Можно попробовать Можно Скажи, пожалуйста Насколько допинг присутствует В написании песен И присутствует ли он в твоём Творчестве Это интересно, да Это же всем известно, да Что в 60-е Вся эта кислотная Кислотный рок Мы сейчас не об этом Мы имеем в виду Другой допинг Другой допинг, ну... Женщины А, ну эндорфины, да Внутренние, как бы Эндорфины Они, конечно, лучше любого допинга Ну, как женщины Женщина У меня одна Я женат Счастливый уже Второй год как Или даже Даже третий Третий Скажи, насколько ты человек Стеснительный, может быть И ты можешь взять, например, гитару в руки Выйти на улицу Там, не знаю, на Никитский бульвар И спеть песни Вот, кстати, на самом деле Когда я выходил на Никитский На Арбат и пел песни Там Я был гораздо стеснительнее, чем сейчас Это был, наверное, просто акт Перебарывания своей стеснительности Вот мы с Кириллом в электричках играли Вот И тоже Было такое Сейчас Наверное, труднее уже было бы И не потому, что я стал Более стеснительным А просто, наверное Опять же, гормональный фон понизился К сожалению, в организме Игорь Игорь, к сожалению Очень мало времени у нас в эфире Поэтому не стесняйся И давай напоследок Еще что-нибудь споем Хорошо Что у нас? Другое Вернувшись в старый дом Где мальчиком играл Как будто из вчера Открытку получаешь Пусть ты забыл куда Крутить на кухне край Но пальцы помнят где На стенке выключатель И лучше, чем ты сам Тебя здесь знает все Зеркальное стекло И дерево, и камень Пускай тот зыбкий мир Минувшим унесен Тетради из стола Хранят его дыханье Субтитры создавал DimaTorzok А месяцы летят А месяцы летят Не различая лиц Знакомых и друзей Сменяющих друг друга Ты прибежишь сюда Прошедшее продлить И дух перевести И вырваться из круга И вырваться из круга Смотря как на окне Рождается росток И краткие часы Ничем не беспокоясь Ты просишь небеса О радости простой Чтоб к новому цветку Привился старый корень Ты просишь небеса О радости простой Чтоб к новому цветку Привился старый корень Дорогие друзья Игорь Лазарев и Павел Ирохин были сегодня у меня в гостях А все мы вместе, надеюсь, побывали и у вас в гостях на телеканале Видное ТВ Я с вами прощаюсь, до свидания Спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok